Ну что ж, дорогие друзья, как мы обещали сегодня, в Всемирный день анимации, в нашей студии гость, да не простой гость, а тот, который самостоятельно создает мультфильмы. И это Анна Ермакова, педагог студии мультипликации Ну и Ну. Анна, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Рады вас поприветствовать. Ну, ну и ну. Ну и ну. Оказалось прекрасно. У нас сегодня вот такой вот анимированный персонаж уже лежит на столе и полностью готов он к тому, чтобы ожить. И чуть позже мы поясним и расскажем, каким образом это делается. Но давайте все-таки более глобально поговорим о теме мультипликации. Вообще, в принципе, для чего создаются мультики, для кого они нужны? И это все-таки детская больше такая вещь или она для всех? На самом деле, в последнем, ну и вообще всегда казалось, что мультипликация это только для детей. А взрослые создают мультики для детей, чтобы чему-то обучать или как-то наставлять или воспитывать. Или развлекать. Или развлекать, да, это тоже очень важно. Вот. Но сейчас происходит такая тенденция, что появляется очень много анимаций для взрослых. Но мы не говорим об анимации 18+. Это такая анимация, которая понятна взрослым и она не наставляет, не учит. Она действительно дает такие, ну, понимание об очень важных вещах. И заставляет задуматься об очень важных вещах. Появился новый такой замечательный жанр, как анимадок. Анимация документальная. И это сейчас очень здорово развивается и работает, когда аниматоры, режиссеры говорят о себе. Вот. Поэтому мы не можем говорить сейчас только о детской анимации в этот день. А вот в принципе, как по-вашему, в чем причина? Вот даже там из последних фильмов «Малефисценты» я ходил, вот в кино смотрел. Это аттракционно два часа. Абсолютно аттракционно. Да, безусловно. Они не заявляют о себе как о чем-то таком серьезном, но тем не менее в течение двух часов я вижу хорошую, качественную картинку, где нет абсолютно никаких прорех и сделано, видно все четко и конкретно. Но тем не менее мультик никакой не заменит. Хотя очень много там анимированных персонажей, они там 3D-шные. Но тем не менее мультик всегда он по-другому смотрится. Вот в чем причина? Почему именно детское внимание привлекает именно такая картинка, нежели чем фильм? Просто анимация, она ближе к ребенку по тому, как она произведена, чем кино. Потому что в кино снимается живой человек, а живых людей мы видим в жизни. А анимация это то, что создано руками и чего еще нет в жизни совершенно. Это сказочный мир, который отвлекает, так сказать, детское внимание. Который не создан в голове у человека, а не создан в реальности. И благодаря этому анимация имеет вот такой вот свой волшебный эффект. Хорошо, договорились. Также знаем, что теперь уже, наверное, от более крупных проектов мировых вернемся к нам сюда, в Красноярск, где, собственно говоря, по силам даже детям воспроизвести тех или иных персонажей, чтобы они, собственно, начинали двигаться. Давайте вот можно будет пронаблюдать на экранах, как это происходит в нашем городе Красноярске. А я вам предлагаю рассказать немного о том, как у вас вообще дети учатся, с какого возраста можно научиться анимировать. Да и до какого, наверное, возраста. Представляете, можно научить снимать мультики детей от двух лет. От двух лет? Потрясающе. Ну, пока у нас нету такого опыта, но вообще в России есть студии, которые работают с детьми от двух лет. А в нашей студии дети занимаются с пяти лет. И они снимают свои маленькие мультфильмы, карапулечки такие про осень, про какие-то понятные им вещи, да, и понятными их предметами они это делают. А вот перед вами здесь персонаж для нашей новой саги о рыцаре и драконе. Вот, это персонаж Дианы Черных. И мы делаем один общий мультфильм с ребятами, целой группой. И вот такой вот замечательный динозавр. Ой, дракон, простите, пожалуйста, как можно было так назвать? Да, 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 не подключилась. Вот, у него двигается все. Крылья, лапы, голова отдельно, все. То есть это полностью готовый персонаж. И этой девочке 14 лет, но это не предел. Анимацией могут заниматься также и взрослые. У меня сейчас набралась группа взрослых людей, которые снимают свои мультфильмы и передают свои чувства и свои желания, что им хочется рассказать. Насколько это сложно и легко ли вообще, в принципе, дается детям? Да, можем уже... Давайте попробуем, попробуйте. Давайте. Вы можете пока демонстрировать, как это происходит? Да, давайте. Значит, у нас есть пульт управления мультфильмом. Вот клавиатурка. На кружочек нажимаете, это будет съемка. Так. Да, чтобы посмотреть мультфильм, мы нажмем на треугольник, который показывает вправо. Да, на ноль. Так, нам сейчас... Да, нажимаем на кружок. У нас, по-моему, уже есть этот кружок, да. Я так полагаю. Да, давайте. Поменяем фигуру, как будто бы она перемещается. Делаем еще снимок. Так, еще. А каким образом закреплены эти детали? А у нас специальная липучка, которая позволяет оставлять на месте персонажа, но при этом соединение достаточно эластичное. Ну, это получается довольно трудоемкий процесс. Сколько примерно времени уходит на создание полноценного двухминутного ролика, допустим? У двухминутного, конечно, понадобится достаточно много времени, чтобы снять и получить мультфильм. Ну, наверное, понадобится, ну, часов двадцать. Ну, вот я говорю про съемочных часов. Да. А подготовка еще, конечно. Потом еще. Да. Скажите, сюжеты как-то заранее пишутся? Конечно. Дети сами придумывают сюжеты, и мы стараемся делать так, чтобы они от себя все это делали, не показывая им, как надо или куда я тебя привезу. То есть то, что ты придумал, то, что в твоей голове уже есть, живет, то и он переносит как-то вот в жизнь. Именно так. А есть потом возможность, когда какие-то конкурсы можно отправлять, эти работы? Конечно. Такая детская какая-то история. Представляете, мы сами проводим еще и конкурс. Да, детский Оскар. Детский Оскар. Да. Называется конкурс детской мультипликации «Мультгорой». И к нам вот в этом году пришло более тысячи заявок. Это как мульт-король. Да. Король. Ну, у нас путается мульт-герой, но это мульт-горой. Целая гора мультфильма. Он происходит в Красноярске именно или это российское объект? Это вообще сейчас уже открытый конкурс, в котором принимают участие дети со всего мира. То есть у нас... Международная история. Что, можно попробовать показать, что у нас получилось? Сергей у нас увлекся сильно-сильно. Прямо тут пока мы... Вот так, у меня, наверное, не очень. Нужно теперь на плей, да, назовем? Да, да, да. Так, смотрим. О, это здорово. Вот так вот, 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 пошел. Мальчик Сережа может приходить к нам в мультстудию и снимать свои мультфильмы. Играя, хорошо. Слушайте, а можно это... Классно. А можно с пальцами ту же самую историю проделать? Да, конечно. Это все очень смешно. Разговаривайте. Давайте, снимайте. Да, 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 двигайте пальцы. А скажите, пожалуйста, вот сколько ушло времени на создание конкретно вот этого дракончика? Ну, на самом деле, это одно занятие, полтора часа. Одно занятие. Да, да. Ясно все. Да. А какие самые необычные персонажи, уже которых детей придумали? Они же любят придумывать всяких там жучков, каких-то паучков. Ой, вы что, таких имен у их персонажей уже точно нет. Там уже совершенно ни жучки, ни паучки, там уже, ну, я не могу даже запомнить такие. Да, да, да. Там такие уже имена, которые я запомнить не могу. Кто уже успел уехать у вас в Голливуд из ваших воспитанников? Ну, не в Голливуд, но в Канаде. Серьезно? Да, в Канаде работают наши выпускники, которые сейчас создают свои собственные компьютерные игры и мультфильмы. И вот так. Все серьезно? Да, действительно, все по-настоящему. А сколько вообще всего у учеников в вашей школе? Ну, если брать все возраста. Ну, мы говорим о том, что в Твори-горе много разных направлений. И у нас около 500 учеников в двух наших филиалах, да? И у нас есть как анимация обычная стоп-мошн, классическая, так и 2D и 3D анимация. А также много разных медийных направлений. Это операторское искусство, медиа-журналистика, блогерство, да? Это по-медиа. И есть также направления технические. Это физика, математика, моделирование. Да, очень много всего разного. Да нет, само собой, есть ребята, которым нравится. Я просто вот такой вот... Предлагаю скорее еще раз посмотреть пальчиковый мультик. Давайте посмотрим второй. Да, я понимаю, что это будет сейчас немножко странно. И вдруг пальцы появляют. Оп-оп-оп. Ну, у тебя есть потенциал. Оп-оп-оп-оп. Что это? Какой-то брикденс. Да, это здорово. Я знаю, что вы принесли еще небольшую какую-то анимацию. Можно нам бы ее посмотреть? Да, мы уже ее посмотрели. Она была параллельно просто во время нашей беседы. Поэтому это анимация. Вот она положили у нас, что вы поставили. Ну что ж, тем временем, действительно, отпраздновали таким вот образом день анимации, который отмечается во всем мире. Поэтому давайте еще раз адреса, явки, пароли, куда нужно прийти для того, чтобы можно было осуществить свой проект и задуманного своего героя оживить. Проспект Мира, 46А. Это обычная, это классическая анимация для малышей, а также 2D и 3D анимация. И Вавилова, 21, занятие классической анимацией. У нас сегодня в гостях был педагог и волшебник анимации Анна Ермакова, собственно, специалист Твори горы или студии, как мультипликации, ну и ну, ну и ну. Вот такие вот дизла.